Дебалтик Плюс, Виктория Толстихина, астролог, говорить сегодня будем о том, что для нас приготовил следующий 2023 год. А давайте теперь по-новому познакомимся. Я Близнецы, к примеру. Близнецы, я тоже так. Вот так. Стрелец. Ну и астролог Козерок. Козерок, отлично. Вот и познакомились заново. Ну и на этом, в принципе, и закончили. А теперь стартуем в астрологический прогноз по следующему году. Я сразу, знаете, подумала про скептиков, которые, возможно, сейчас тоже слушают. И вот хотела спросить у Виктории. Мне кажется, в этом году даже самые такие заядлые скептики поверили в астрологию. Во всё что угодно. Вы это чувствуете? Это чувствуется. Я по клиентам заметила. То есть даже мужчины в астрологию пришли. Мужчины больше становятся даже астрологами. То есть они даже в профессию пришли? Да, в профессию приходят. То есть астрошколы, они прямо заметили, что процент прироста мужчин, ну, увеличился. И даже по запросам в Яндексе очень много прям кто в эзотерику спрашивает. Именно даже астрологические прогнозы. То есть они стали сейчас достаточно популярны. Наконец-то мужчины стали возвращаться именно в те сферы, в которые издревле были мы там. То есть аналитикам и политикам мы уже не верим. Всё, все в астрологию ринулись. Там надёжней. Время такое, время такое. А вы, кстати, знали, что близнецам работа вот с голосом это самая такая прибыльная работа. То есть для близнецов это прям солнышко зажигается. То есть, допустим, месяц нашего рождения это наше солнышко. И когда вы работаете голосом, у вас проявляется энергия и тоже денежная как профессия. Ну всё, с Ариной теперь будем бесконечно болтать. Всё, засияли наши солнышки. Про стыльцов промолчу. Да, кстати, во второй части интервью поговорим вообще про гороскоп, про астропрогноз на следующий год для каждого знака. Пока хочу поговорить про общие тенденции. Но этот год был непростой. Скажите, следующий будет полегче или нам не расслабляться? Вообще есть благоприятные периоды, есть неблагоприятные. Вот, допустим, с сегодняшнего дня начинается ретро-Меркурия. Все, наверное, слышали про эту планету. Сейчас будут срывы техники, сейчас будут сложности с договорами, со всеми вот этими бумажными, потому что Меркурия за торговлю отвечает. Ну, как в Древней Греции, в принципе. Ну, коммуникации, да, это же он. Да, коммуникации. То есть сейчас будут некоторые затруднения с этой сферой, плюс сейчас продолжается ретроградный Марс, а это тоже такой Марс. Да что ж такое ретроградный Меркурий, потом Марс по всем планетам пошли. И получается продлится это примерно до конца января, поэтому сейчас достаточно такой будет сложный период, такой взрывной, такой на эмоциях и проблемы вот с техникой. Сейчас, наверное, самое время как раз вот отдохнуть и ничего не предпринимать. Да, спрятаться дома с салатиком под одеялком. Новое лучше не начинать, продолжать старые работы, которые вот, допустим, у вас с прошлого года тянутся, самые такие тяжелые моменты, их прям можно сейчас добить. Да, вот. И я бы сказала творчество. Вот творчеством заниматься, творчество помогает нам как бы духовно, да, плюс для реализации творческих профессий тоже сейчас самое время. И, чтобы я еще сказала, ну, благоприятные периоды будут, но также будут сложные периоды. А вот если говорить про кризисные периоды, это вот какое время примерно? Я бы сказала, вот весна будет такая тяжеленькая, да, но опять же к лету все выровняется, там тоже начнутся вот эти ретро-градности, все вот начинаются. Да, а вот кризис в чем проявляется? То есть, на чем заострить внимание? Ты стопоришься, ты стопоришься, то есть где-то вот ты на что-то надеялся, а оно все назад отходит, то есть шаг назад идет. То есть ты, грубо говоря, идешь в плюс, а тебя назад отталкивает, то есть ты как на месте. При этом нужно продолжать двигаться, да, главный совет? Не унывать и, если что, продолжать в том же духе. Вот мне интересно, гороскопы на каждый день не правда? Вот вы нам сейчас говорите в целом. Вообще гороскопы, ну вот эти на каждый день, они говорятся в целом. Просто кто-то ярче проявляется, кто-то не ярче. Опять же, например, на нас влияет 10 планет. За 10 планет, ну как бы, за каждую отвечать, каждый там по-разному проявляется. Но в основном вот эти все гороскопы, они делаются по Луне. Вот Луна, она очень сильно влияет. Это наша психика, это наши эмоции. Даже на приливы-отливы она влияет. Ну что уже говорить над человеком, и это эмоции прям вот так вот взрываются. Поэтому когда новолуние, вот на себе люди многие вот прям ощущают. И вот когда вот коридор затмений был, тоже многие люди прям застопорились. И в следующем году тоже будут, в принципе, и весной, и осенью вот эти коридорчики, когда будет сложно. Ну вот мне кажется, то, что вы сказали, за каждого человека отвечает несколько там десяток планет, как раз таки говорит о том, что мы все очень разные. Даже люди одного знака зодиака, у них может быть, да, он совпадает по солнцу. Есть там типичный представитель данного знака. Есть кто живет по солнышку, то есть солнышко, это вот в месяц рождения. Вот я козерог, вот это мое солнышко. Но помимо, как бы, говорю, 10 планет, у каждого своя функция. Кто-то отвечает за действия, кто-то за психику, кто-то вообще за любовь, за деньги даже есть, да, моментами. Также коммуникация. Вот как Меркурий, он покровитель близнецов, поэтому вот коммуникации-то и у вас работают хорошо. Да. То есть мне как козерог очень сложно. Я путаюсь, у меня начинаются слова меняться, я что-то забываю, то есть я такой больше приземленный человек. А какие, хорошо, есть сильные стороны у вот знаков стихии Земли? Давайте тогда по стихиям. Давайте, да, по стихиям пойдем. Сильные и слабые стороны, например. А вот мы можем, да, по стихиям еще и на следующий год что-то спрогнозировать? Вот, допустим, Земля, какие сильные и слабые стороны, чего опасаться, чего ждать? Ну вот я прям поземельно, по стихийно не смотрела, да, что вот прям, чего ждать. А персонально сможете нам рассказать? Персонально, опять же, мне нужно смотреть ваш гороскоп. За деньги, Саша, за деньги. Нет, я имею в виду, что по знакам зодиака такое есть. А по знакам, да, я позже расскажу, то есть я подготовила, посмотрела, потому что это через программу надо прогонять, аспекты, все вот это смотрела. Но он идет на все, как бы, знаки зодиака. Но при этом, если человек более ярко выраженный, да, живет по своему, так сказать, солнышку, да, он ярый козерог, ярый близнец, тогда у него лучше сработают вот эти общие гороскопы. Опять же, например, про сильные, да, слабые стороны, то есть воздух это говорить, то есть это разговаривать, у них очень классно получается, красивая речь. Земля это больше, ну вот, накопление, то есть у земли хорошо финансовая часть получается. Огонь это эмоции, то есть они эмоциональные, а рыбы, они больше такой заблаготворительность, они умиротворенные, правда, если это не скорпионы. Скорпионы, он такая огненная вода, я бы сказала, со скорпионами, поэтому бывает созноват, потому что они как вот раскаленный пар, раскаленная вот эта водичка. Интересно вот так вот, что я начинаю просто вспоминать знакомых. Знакомых начинаешь вспоминать. А, кстати, давайте поговорим, может быть, стереотипы. Вот вы задели скорпионов, действительно ли это самые такие сложные люди? Скорпионы и водолей говорят, самые такие знаки. Тут, опять же говорю, рамки вешать на всех, да, ярлыки тоже, как бы на знакомых, это не есть правильно, потому что вообще характеристика знака, то есть мы можем проявляться-то по-разному, то есть в эмоциях мы можем вести себя как близнецы, в работе как козерог, да, потому что разные планеты включаются. Вот так заходишь на работу и такой, я сегодня скорпион, так что не подходите ко мне. А у меня вот вопрос, кстати, 10 планет влияют, это факт, но также есть еще тенденция, что все 12 знаков выражены в каждом человеке. Вы разделяете это? Это есть, то есть просто получается у каждого планеты свои функции, и знак зодиака это его одежда, то есть это характеристика знака, поэтому есть, допустим, то, что перечисляется в основном астрологами, да, это характеристика знака. Люди любят мерить на себя, ну вот я же так не делаю, а ты можешь эмоционально проявляться по другому знаку зодиака. Функции планеты переодевают характеристику, то есть все зависит от того, на что планета одета, так она и будет проявляться. Ну, много тонкостей, я думаю, что пройдемся по каждому знаку зодиака. Ой, обязательно, вот это я думаю, что прильнули все. Буквально через несколько минут после короткой рекламы. Дибалтик Плюс, я напомню, Виктория Толстихина, и как обещали, сейчас Виктория расскажет, чего ждать каждому знаку зодиака в следующем году. Начнем с Овнов, это как бы первый знак считается. Для Овнов следующий, 2023, он такой двойственный, да. С одной стороны, это время успеха, да, проявить себя, лидерские свои качества, личный успех, но с другой стороны, есть возможность потерь, именно финансовых потерь, здоровья. Поэтому Овнам важно обратить внимание на то, куда они вкладывают деньги и на свое здоровье. Заниматься здоровьем, особенно в период осени, у них это может сильно погодаться. Вкладывайте деньги в здоровье, в общем-то. Вкладывайте деньги в здоровье. И, возможно, еще проявятся новые отношения, то есть какие-то изменения в личной жизни. У Овнов это возможно. Но вообще, кролик, он как бы благоприятен. То есть он прям может Для Овнов подходит. И поэтому можно даже каких-то чудес ждать, можно ждать какие-то изменения именно в личной судьбе. Прекрасно. Отлично. Кому-то замужество или женитьбу практически. Иди за белым кроликом, оспоминаю. Я вам так скажу, что на следующий год я кому прогнозы делала, очень много у кого переезды, очень много у кого вот именно рождения детей. То есть следующий год он продолжится на переезды и он продолжится на свадебные вот эти бумы. Так, ну давайте дальше. Телец. Телец у него получается весьма тоже благоприятный. И будут очень много решены задач с этого года, которые тянутся с 22-го. То есть они будут решены в 23-м. И какие-то мечты будут исполнены. И то, что будет телец делать в 23-м, будут влиять на последующие 8-10 лет. То есть он такой затянутый период, но сегодня они заложат зернышко, которое им даст плоды уже в течение вот 80-ти лет. Так, близнецы. Дальше. Близнецы. Это год переменчивый, да. Он приносит вам активную работу. То есть вы будете в этом году много работать. Впахивать опять. Да. Но время февраля-марта это период, когда могут быть стрессы, могут быть проблемы со здоровьем, опасности какие-то аварийные, опасности ушибов. Будьте аккуратнее. Вот. И вам очень надо... На коньках хотелось пойти кататься. А я как раз водительское удостоверение получила. У нас есть друзей. Ваши друзья, они сыграют большую роль. Поэтому держите своих друзей. Они вам помогут именно, возможно, даже в корниерном росте. Дальше рак. У раков следующий год, это год, когда им нужно выходить из своей раковины. Вообще раки любят сидеть дома. Раки, они... Пятиться любят. Да. Поэтому у раков заработки будут вне дома. Им, возможно, даже нужно переехать на другое место жительства. На работу. Да. Жить там. В раковине в своей. И он будет чувствовать себя лучше вдали от дома. И в следующий год, возможно, еще какая-то покупка недвижимости будет. Это то, что касается раков. Лев. У львов следующий период этот период успешный. То есть, у них будут происходить какие-то в жизни пинки от вселенной, которые приведут его к успеху, которые приведут его к денежкам. Денежкам. А также у львов благоприятный период для замужества, для рождения детей. Поэтому, если вы долго свои колечки откладывали в задний карман, то вам пора их достать. Вместе с обнами. Вместе с обнами. Сходитесь. Да. И также, как у раков, у львов будет перспективы вдали от дома. То есть, благоприятные переезды, благоприятные покупки новых недвижимости, чтобы как бы переехать из старого жилья в новой. Для них это прям плюс. И это будет плюс даже ближе к началу осени. Так. Девы. Девы. Для них приходят события, которые, может быть, дева не ждала. В первую очередь, это будет связано с семьей. Нужно будет больше помогать своим любимым, быть для них ангелом-хранителем. Да. Потому что, может быть, какие-то проблемы с здоровьем именно в семейной, у семьи. Да. Но, в то же время, у них будет успех в личной жизни, да, так же, как у овнов. Но, период расходов. То есть, у дев будут по ходу деньги так же, как у овнов, на здоровье терять. Ну, хорошо, если в личной жизни на свадьбу будут тратить, может быть. Вполне возможно, да. Как бы, несмотря на все вот эти проблемы, да, несмотря на проблемы здоровья, девы у нас выкрапкаются за счет своего интеллекта. они могут в карьерный рост пойти. То есть, так же благоприятно для денежного заработка у них, несмотря на расходы. Угу, отлично. Весы. Год, который наступит, требует внимания к семье. Это время, когда нужно проявляться в сотрудничестве, это нужно объединяться в коллективе, проявляться в коллективе, да, прям внимания уделить своему рабочему коллективу. Тоже могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Надо, если где-то что-то заболело, не откладывать в долгий ящик, как мы любим, пока зуб, да, не распухнет, плюс, мы в больницу не пойдем. Тут нужно прям каждый звоночек смотреть. И им важно совмещать духовное с материальным, да, то есть не только вкладываться в деньги, не только на работу уделять внимание, но и на духовное какое-то развитие, да, может быть, даже также им в астрологии, потому что астрология, она духовность очень сильно раскачивает, да. Так, скорпион, для них очень важный год, он приносит события, которые прям будет хороший пинок, то есть если они что-то сделают в этом году неправильно, в последующем году им будет напоминать, то есть год важен именно с точки зрения решений какого-то, начало цикла какого-то, да, то есть то, что если вы кому-то поможете в этом году, то в следующие годы эти люди вам будут помогать, если вы на кого-то забьете, будут люди забивать на вас. Бумеранг полетит, в общем, с торпионом. Абсолютно верно, тут абсолютный бумеранг и в хорошем и в плохом, поэтому смотрите язычками сильно, не жалите. Также в летний период надо действовать опираясь на семью, это очень важно, это период, когда будет хорошая прибыль, возможно изменения какие-то в коллективе будут, именно в работе. Стрелец, год, когда придет радость, любовь, какие-то творчества у вас будут. Наконец-то. Благодаря детям и любви семье стрельцы могут продвигаться. Со второй половины весны какое-то появится новое окружение, новые знания, новые люди. Вообще стрельцам важно обучаться, это их зажигает, поэтому стрельцы и обучение этого должно быть постоянное. Вот. Но в то же время могут быть какие-то приключения. Допустим, если появится новая любовь, нужно к ней как бы присмотреться, потому что возможно какие-то будут неудачные отношения, приключения, будет как американские горки. с середины года вам может принести удача именно работа. Появятся люди, помощники, которые будут относиться с уважением и появится карьерный рост. Это то, что касается стрельцов. А еще стрельцам важно вкладываться в недвижимость. То есть прям если вы в этом году планировали взять ипотеку, то это прям ваш период. И лучше где-то наверное в период начала лета либо начала осени. Артем уже присматривает, листает объявления, смотрю уже. У нас как раз пару минут еще осталось и по-моему несколько знака зодиака. Остался перезнак, сейчас пробежимся к козероге. У козерогов трудности и потери какие-то в семье, в отношениях с партнером, могут прийти какие-то противники, но в то же время у козерогов так же как у стрельцов это период когда можно взять недвижимость, это когда вкладываться в строительство очень выгодно, да, и так же пополнение в семье, то есть могут быть рождение детей, замужество, то есть хорошее время для путешествий, то есть козерогам нам полезно путешествовать. Водолей. В первой половине года будут хорошие финансовые возможности, также приобретение новых союзников, новых знакомств и недвижимость будет благоприятна для водолеев в этом году. Вообще в этом году многим хорошо в недвижимость вкладываться, потому что недвижимость, еда, это вот то, что принесет нам деньги. Рыбы. Первая половина года, когда ничего не будет у рыб такого сверх изменений, то есть у них плата такое будет. Ну и хорошо, мне кажется, иногда нужно просто штиль какой-то. Также могут быть финансовые вопросы где-то весной. Нужно также вкладывать в имущество, потом благодаря этим вкладам принесет какой-то доход. Хорошее время для обучения и для изменения семейного положения. То есть тоже у нас много кто выходит замуж, много у кого рождаются дети. Но при этом опасности в путешествиях. Поэтому если вы хотели в этом году куда-то лететь, лучше перенести на следующий год. Такой прогноз прям для каждого знака зодиака. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо, да, я думаю, что каждый себе чего-то намотал на усик-то. Такие сделал заметки тезисные. Говорю, очень плодовитый год. Я даже индивидуально разбираю прогнозы на год, накладываю на события. И очень много замуж. Добавлю немножко магии, назовем это так. Да будет так. Да будет так. В студии Балтик Плюс сегодня была Виктория Толстихина, астролог. Спасибо, ну и всем хорошего года. Наступающего. Наступающего.